Продолжение следует... Продолжение следует... И широко принимался среди отцов церкви. Продолжение следует... Продолжение следует... Следовательно, согласно этого взгляда, развод плюс повторный брак равняется прелюбодеяниям. Развод по причине парнея не прелюбодеяния, согласно этого подхода, но новый брак при этом недопустим. То есть, по сути, считалось, что в Евангелии от Матфея, 19 главе, 9 стихе, записано так. «Кто разведется с женою своею не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует». При этом оговорка об исключении относится только к первой части предложения, то есть к той части, где говорится «кто разведется с женою своею», а не ко второй, где говорится «и женится на другой». Таким образом, единственное сформулированное здесь исключение относится к правилу о недопустимости развода, и при этом оно не относится к словам о повторном браке. При этом, даже если в определенном случае допускается и не осуждается развод, повторный брак недопустим ни при каких обстоятельствах. Что ж, наряду с вышеупомянутым списком различных подходов, существует также еще и целый ряд подходов, допускающих как развод, так и новый или повторный брак. Причем развод разрешается при определенных условиях. Если развод был обоснован, не запрещен также и повторный брак. Хорошо. Подход, позволяющий как разводиться, так и вступать в новый брак, часто называют подходом Эразма. Этот подход назван по имени Эразма Роттердамского, выдающегося ученого эпохи Средневековья, который писал по этой теме и вот теперь ассоциируется вот с этим взглядом. Итак, существует несколько способов понимания этого подхода. Основной аргумент, в первую очередь, звучит так. Оговорка об исключении в Евангелии от Матфея, 19 глава, 19 стих, представляет собой общее исключение из правила о недопустимости развода. Хорошо. Если такое исключение существует, в чем оно именно заключается? Что можно рассматривать как законное, библейски обоснованное основание для расторжения брака и повторного вступления в брак? Сторонники этого подхода считают, что таким может быть только парнея, что согласно данному подходу следует понимать как прелюбодеяние. Следовательно, приверженцы этого взгляда принимают по обсуждаемому вопросу позицию Шаммая. Однако, подход Эразма можно рассматривать с другой стороны. Первый аргумент в этом случае совпадает с главным для данного подхода аргументом о том, что оговорка об исключении вводит реальное исключение из общего правила, то есть о неприемлемости развода. Но парнея представляет собой некий общий термин для обозначения не только прелюбодеяния, хотя и прелюбодеяния тоже, но также и прочих проявлений сексуальной непристойности, таких как, например, гомосексуализм или лесбиянство, а также скотоложество, инцест и прочее. То есть все эти подобного рода отношения наряду с прелюбодеянием образуют семантическое поле термина парнея. Есть здесь и еще одна сторона или аспект, назовите его как хотите. Все это, как вы понимаете, описывает подход Эразма. Пункты 1 и 2 относятся к стиху Евангелия от Матфея, 19 глава, 9 стих, содержащему оговорку об исключении. Итак, последующие характеристики имеют иное основание. Вот, например, в 1 послании апостола Павла Коринфянам, 7 главе, известна оговорка, которая называется «привилегия святого Павла». То есть здесь дана Павлом ограниченная, отличная от парнея, возможность расторжения брака. Если учесть слова апостола Павла и присоединить их к словам Иисуса Христа, то здесь мы получаем два четких основания для развода. И, следовательно, у нас есть библейски обоснованные поводы для развода, и они подразумевают нравственную допустимость следующих за этими разводами новых браков. Итак, с этих позиций, законным основанием для развода следует считать парнея, согласно Евангелия от Матфея, 19 глава, 9 стих, и также так называемую «привилегию Павла», согласно 1 посланию Коринфянам, 7 глава. К наставлениям апостола Павла и анализу его высказываний мы обратимся несколько позже. Очевидно, что данный подход допускает целый ряд вариантов. И тогда возникает вопрос – почему? Почему столько много различных взглядов? Как определиться, какой взгляд правильный? В оставшееся время давайте еще раз повторим все рассмотренные подходы и разберем соответствующую аргументацию каждого из этих подходов. Сейчас я попробую вернуть назад файлы презентации, и на проекторе мы опять увидим все эти подходы. Теперь давайте начнем с общего подхода. С того подхода, который запрещает развод и повторный брак. Итак, первый взгляд называется «инклюсивистский», то есть «включающий». Так вот, такое понимание оговорки об исключении вызывает сомнение, потому что по-гречески, давайте транслитерируем, оговорка об исключении по-гречески звучит так – «mei epi pornea». И проблема этого инклюсивистского взгляда в том, что первое слово здесь в этой фразе «mei» обозначает не включение, а скорее исключение. И это довольно сильное отрицание в греческом языке. Следовательно, этот взгляд вряд ли можно признать правильным. И вторая точка зрения, точка зрения без комментариев. Вероятно, вы помните, что этот подход семантически уравнивает фразу в еврейском языке «ervat davar» и слово в греческом языке «pornea». Согласны вы с этим или нет, нам необходимо выяснить значение данных терминов, особенно если вы считаете, что Иисус действительно допускает возможность развода на основании, именуемом в Библии «pornea». И если единственным основанием для расторжения брака Иисус объявляет «pornea», то хорошо бы выяснить, что именно под этим словом здесь подразумевается. Давайте сначала проанализируем термин «ervat davar». Вспомните два наиболее распространенных его толкования во времена Иисуса Христа. Помните, представители школы Гилеля вкладывали в этот термин целый спектр значений и основу для развода усматривали практически в чем угодно. А с позиций школы Шамая «ervat davar» трактовался однозначно – «прелюбодеяние». И все. Теперь давайте обратимся к Ветхому Завету и поразмыслим. Давайте начнем с позиции последователей Шамая и с их убеждения, что «ervat davar» означает «прелюбодеяние». Как вы думаете, насколько оправдано такое понимание? Действительно ли Моисей подразумевал именно это? Некоторые отрицательно качают головами. А почему нет? Как вы думаете? Скажите, пожалуйста. Потому что это означает не только «прелюбодеяние»? «Прелюбодеяние». Верно. Верно. Закон Моисеев оговаривает действия по отношению людей, уличенных прелюбодеянием. Кстати говоря, в книге «Второзаконие» 22 глава по 24 главу Моисей обращается к проблеме прелюбодеяния и говорит «Побейте их», то есть прелюбодеев, камнями. «Вряд ли кто-либо стал бы планировать свадьбу для тех, кто осужден на казнь». Однако, в книге «Второзаконие» 24 глава речь идет о человеке, который вступает в брак, затем расторгает его, вступает в новый брак, снова расторгает его и так далее. «Это маловероятно». «Да, скажете вы, но Бог установил правила, а люди упорно его нарушали. И Иисус сказал, что в итоге Бог разрешил им разводиться». По сути, здесь получается, что Моисей говорит «Я сказал вам, что совершивший прелюбодеяние достоин смерти, но так как вы не намерены выполнять этого, то хорошо, женитесь еще раз». Вряд ли Моисей стал бы устанавливать правила, а спустя две главы фактически его отменять. Я думаю, что это маловероятно. Тогда давайте попробуем другой вариант. А что, если «Эрват-давар» обозначает гомосексуальные или лесбийские отношения? Как по закону Моисееву должно было поступать с такими людьми? Их нужно было побивать камнями. Правда? И опять, если закон требует для них, для таких людей, смертной казни, то почему в скором будущем это требование теряет силу, им разрешается повторно вступать в брак? Что ж, может быть, под обсуждаемой фразой понимается инцест. И что закон Моисеев требовал для совершивших инцест? Мы уже неоднократно повторяли эту фразу. Смертной казни. Значит, речь здесь вряд ли идет об инцесте. Может быть, скотоложество? Какое наказание положено за это в Ветхом Завете по закону Моисееву? Смертная казнь. Опять то же самое. Что же получается? Мы практически исключили из возможных вариантов толкования Эрват-Давар всю категорию сексуальных грехов, половых извращений и так далее. Этот список, конечно, можно дополнить, но мы уже упомянули самые основные. Тогда, что же все-таки означает Эрват-Давар? Кто, по-видимому, оказывается здесь прав? Гелель. Понимай под этим, что хочешь. Но обратите внимание на то, насколько они, последователи Гелеля, все извратили. Описание определенных обстоятельств они превратили в предписания, которые и сделали основанием для расторжения одного брака и заключения другого брака. Это не просто ошибочное понимание Священного Писания. Это виртуозное искажение Священного Писания. При этом сначала утверждение о том, что Эрват-Давар означает практически все, что хочешь, а потом идет использование его в качестве одобренного Богом повода для развода на том основании, что именно эта фраза употребляется в соответствующем фрагменте Священного Писания. Разве это не грандиозный пример вырывания фразы из контекста и приписывания ей нужного тебе значения? Писание следует читать иначе, не так ли? Просто взять фразу и сказать, скорее всего, в этом контексте данное выражение надо понимать так. Тогда я думаю, что в этих стихах дается разрешение на развод и повторный брак. Причем на развод почти по любому поводу. Рассуждать так, значит игнорировать изначальный авторский смысл высказывания. Это искажение. И причем и с точки зрения морали тоже это искажение. Это не просто неверная герминевтика. Это не просто ограниченное знание древнееврейского языка. Это нечто большее. Ну что ж, если в конечном счете этот подход основывается на уравнивании значения Эрват-Давар со значением слова Порнеа и при этом слова Христа не запрели бы деяния, то есть не за Порнеа, фактически означают не за Эрват-Давар. Это значит, что под Порнеа, учитывая семантическое поле Эрват-Давар, можно понимать все, что угодно. Хорошо. Мы проанализировали значение Эрват-Давар, а теперь давайте поговорим о Порнеа. Что мы обнаруживаем при исследовании употребления данного слова в Новом Завете, не говоря уже о внебиблейских контекстах? Что же получается? Получается, что в основном в исследуемом месте Священного Писания нет символизма. Это означает, что здесь все говорится конкретно. Хотя вы можете найти в Библии, что слово Порнеа может также использоваться в символическом значении. Например, используется оно в таком месте, как в Откровении 17 главе, где говорится о великой блуднице, сидящей на звере. Но абсолютно очевидно, что речь в том тексте идет не о блуде в прямом смысле, в смысле половых отношений, это символизм. А что это слово означает в тех местах Священного Писания, где не дается никакого символического видения? Что ж, есть такие места в Библии, не так ли? Некоторые из таких мест есть в Деяниях, некоторые в Посланиях к Коринфянам, и там они, похоже, относятся к описанию случаев инцеста. Есть и другие места в Библии, где употребление этого слова относится к описаниям случаев прелюбодеяния и других подобных вещей. Однако, правильно ли семантически приравнивать Парнеа к прелюбодеянию? Матфей во многом помогает нам ответить на этот вопрос, поскольку в его Евангелии есть фрагмент, где употребляется слово Парнеа. Давайте посмотрим это место. Матфей использует это в нескольких значениях. Интерес представляет используемая евангелистом грамматическая конструкция. Откройте Библию, Евангелие от Матфея, 15 глава, 17 стих до 20, даже скорее 17 по 19 стихи. Матфей здесь передает слова Иисуса Христа. Господь говорит, «Еще ли не понимаете, что все входящее в уста проходит в чрево и извергается вон, а исходящее из уст из сердца исходит, сие оскверняет человека, ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния». И здесь применяется слово Парнеа. Итак, если Парнеа означает только прелюбодеяние, то этот список должен звучать примерно так. Злые помыслы, убийства, прелюбодеяние, прелюбодеяние, то есть два раза слово прелюбодеяние. Но это не так. Иначе говоря, Матфей помогает нам разобраться. Греческое слово Мойхеио. Это глагол. И это слово означает совершить прелюбодеяние. А соответствующее существительное пишется так. Мойхеяй. И если под Парнеа следует понимать прелюбодеяние, то, вероятно, в прочитанном месте Священного Писания должно было бы употребляться только слово Порнеа. Но в греческом порядок таков. Мойхеяй, а потом Порнеа. И нам известно, что Мойхеяй означает прелюбодеяние. Следовательно, если Порнеа употребляется исключительно в значении прелюбодеяния, то здесь налицо языковая избыточность, тавтология. Значит, Порнеа означает нечто другое. Но что же это? И в чем здесь разница? Что нужно понимать под Мойхеяй? Это некая сексуальная непристойность? Да, прелюбодеяние это грех. Но если мы утверждаем, что семантика Порнеа отличается от семантики Мойхеяй, а проведенный легенитический анализ уже показал, что слово Порнеа может описывать целый ряд так называемых сексуальных грехов, то вероятнее всего Порнеа означает множество сексуальных грехов, то есть половую нечистоту. Можно ли сюда отнести гомосексуализм и лесбиянство? Да. Это один из примеров. А прелюбодеяние? Разумеется. А скотоложество или инцест? Да. И это тоже. В общем, здесь имеется в виду все в этом роде, все, что касается, все, что входит в группу сексуальных грехов. И таким образом все вышесказанное оказывается приводит нас к интересным выводам. Итак, напомню, подход, который мы сейчас разбираем под названием «без комментариев», по сути утверждает, что словосочетание «эрват давар» независимо от значения семантически равнозначно слову Порнеа. А ранее мы пришли к заключению, что «эрват давар» может означать не что-то просто специфическое, чуть ли не все, что угодно. Тогда как Порнеа вероятнее всего используется для обозначения разнообразных сексуальных грехов. И что же из этого следует? А то, что мы ставим под сомнение правильность обсуждаемого подхода, потому что он постулирует семантическую эквивалентность рассматриваемых терминов. Мы можем сказать «Хорошо, Порнеа обозначает разные сексуальные грехи». В таком случае можете ли вы объяснить, почему совершение Порнеа одним из супругов позволяет считать брачный союз расторгнутым в Божьих глазах? Ведь общее правило гласит, кто разведется женою свое не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует, а исключение составляет случай совершения Порнеа. Почему это исключительное обстоятельство? здесь целесообразно вернуться к теме составляющих элементов брака. Мы уже ранее обращались к этому месту Священного Писания в книге Бытие, где описывается первый брачный союз. Итак, согласно Библии, вступить в брак это значит оставить любые другие отношения и прилепиться к своему супругу или супруге. Вот именно такое обещание или обязательство они дают друг другу. И разумеется, это не означает воздержание от всех дружеских или приятельских взаимоотношений с другими людьми. Просто связь с супругом это нечто особое, нечто более глубокое, чем любые другие отношения. Ну что ж, хорошо. Значит, если человек вступает в брак и обязуется прилепиться только к своему супругу, то разве это отчасти уже не составляет брачный союз? Я думаю, что так. Мне представляется, что именно так оно и есть в Божьих глазах. Именно так Бог смотрит на этот брачный союз. Итак, будет ли прелюбодеяние нарушением этого обязательства, то есть обязательства данного супругу, обязательства обещания верности? Как вы думаете? Конечно же, бесспорно. А как насчет гомосексуальных или лесбийских связей? Да. А что насчет скотоложества или инцеста? Конечно. Все грехи подобного рода сюда относятся. Итак, какова же главная мысль? А главная мысль здесь заключается в том, что совершение порнея расторгает брачный союз в Божьих глазах. И поэтому развод с согрешившим супругом и вступление в новый брак для пострадавшего супруга не будет прелюбодеянием. Брачные узы с первым мужем или женой уже были расторгнуты. Прежде чем продолжить, я должен сказать нечто важное. Иисус не обязывает разводиться с супругом после совершенного им прелюбодеяния. Место Писания, записанное в Евангелии от Матфея, 19 главе, 9 стихе, это не предписание, это моральная оценка Христом определенных видов деятельности человека. Если вы развелись и вступили в новый брак, не имея на то библейского основания, то вы совершили прелюбодеяние. Если основанием для развода послужила порнея, совершенная другим супругом, то развод и новый брак прелюбодеянием для вас не будут. Но это не предписание, хотя понятно, что при Божьем отношении к подобного рода поведению его лучше не допускать. Однако нигде Иисус не говорит, если ваш супруг совершил прелюбодеяние, разведитесь с ним. примирение всегда возможно. Оно предпочтительно. Но как это возможно, если с точки зрения Бога совершенное прелюбодеяние расторгает брачные узы? Это возможно. в том случае, если исповедав свой грех, совершивший его человек снова дает своему супругу обет верности. Он может сказать так, «Я согрешил против нашей семьи, но отныне обещаю сохранять свою верность тебе». Таким образом, развода может не произойти. Парнеа не требует расторжения брака. Если вы обратите внимание на тон и манеру изложения стихов Нового Завета, посвященных этой теме, то увидите, что ни один из них не побуждает людей разводиться. Наиверчайший пример Божьего отношения мы находим в книге пророка Осии. Эта книга повествует о человеке, жена которого постоянно ему изменяла. И Бог говорит, «Я знаю, что она сделала, но ты иди и все равно люби ее. Поступая так, ты будешь отражением моего отношения к Израилю, который пошел вслед иных богов и впал в духовный блуд, причем отнюдь не единожды. Но несмотря на это, я не отрекся от него». И тогда Бог сказал Осии, «Осия, я хочу, чтобы ты поступил с Гомерь, так, как я поступаю с народом израильским, дабы этот народ уразумел всю глубину моей любви к Нему, все свое вероломство по отношению ко мне и все мое желание быть с Ним. Я считаю, что это важно озвучить. Обсуждая те или иные возможные основания для развода, важно помнить, что даже при их неоспоримом наличии развод никогда не является требованием при желании лучше примириться». Итак, следующий весьма спорный момент в подходе, называемом «без комментариев». Я полагаю, что Христос все же выражает в нем свое отношение. «Каким образом?» спросите вы. Смотрите, фарисеи спрашивают «По всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женою своей?» Что ты на это скажешь? Итак, первый комментарий Иисуса Христа «Не в этом суть. Вы ищите основания для расторжения брака, тогда как должны были бы вспомнить изначальный замысел Божий относительно брака. Не о том вы рассуждаете». Ну хорошо, пусть так, но нам все же интересно узнать твое мнение по этому вопросу, скажут фарисеи. Ладно, скажу еще, что Моисей никогда не предписывал вам разводиться, ни по причине Ирват-давар, ни по любой иной причине. Это позволение, а не предписание. А потом, дойдя до оговорки об исключении, в стихе девятом, мы читаем, пожалуй, наиболее яркий комментарий Иисуса Христа. «По всякой ли причине позволительно человеку разводиться женою своею?» Иисус на это отвечает, «Только при совершении порнея». Разве это не комментарий по поводу непрекращающихся споров фарисеев о законном основании для развода? неправда, что ирваддавар означает все, что угодно, что дает вам право разводиться и вступать в новый брак, чуть ли не по любой возможной причине. Расторгать один брак и заключать новый можно только на одном основании – порнея. Так что же это, как не комментарий? И вот в этом мы видим еще одну слабую сторону этого подхода. Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok